МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один год и полдесятка болезней. Северодвинке нужны деньги на лечение в Испании. На пять месяцев дольше будут учиться студенты. Здравствуйте! Вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Владимир Богомолов. На пять месяцев больше будут учиться будущие квалифицированные рабочие Севмаша и Звездочки. Срок обучения в учреждениях среднего профессионального образования увеличил министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Теперь студенты в учреждениях среднего профессионального образования будут учиться два года десять месяцев. С инициативой об увеличении срока обучения в училищах выступали представители Севмаша регионального отделения Союза машиностроителей России Общественной палаты Архангельской области. У нас вообще так и было, два года и десять месяцев. В 2011 году были приняты новые стандарты, согласно которым, значит, было уменьшено время подготовки квалифицированных рабочих до двух лет и пяти месяцев. Да, как раз эти пять месяцев попались на практику. В результате у нас, так сказать, подготовка резко ухудшилась. Изменения коснутся сварщиков, токарей, фрезеровщиков и электромонтеров. По мнению руководства Севмаша, дополнительные пять месяцев обучения дадут им возможность лучше осваивать тонкости профессии. И получить в конце обучения достойный квалификационный разряд. Срок обучения по другим профессиям также планируют увеличить. Покрасить, побелить и благоустроить. К юбилею Победы приводят в порядок городские памятники. Еженедельно специалисты городской администрации выезжают к памятным знаком и мемориалам, посвященным героям Великой Отечественной войны. Привести в порядок священные камни должны к 5 мая. 118 фамилий на этом монументе – свидетельство того, что эти люди с поля сражения так и не вернулись. Это студенты и учителя первого училища. Всего от образовательного учреждения на фронт отправились 600 северодвинцев. Памятник, посвященный героям войны, открыли в 1985 году. С тех пор забота о мемориале лежит на нынешних студентах. Группа учащихся закреплена. Каждый год мы следим, они подкрашивают, убирают мусор. И возложение гирлянды 8 мая у нас происходит на митинге учащимися. Здесь необходимо побелить камень и покрасить постамент, так же, как и на других городских памятниках. Это основные виды работ. Сегодня рабочая группа выехала на очередной еженедельный осмотр монументов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Таких в городе корабелов 21. Половина из них располагаются на территории предприятий. Поэтому ответственные за содержание ложатся на них, в том числе и финансовые. То, что выполнять будет администрация за счет средств местного бюджета, у нас договоры уже заключены, и подрядчики уже готовы приступить к работам. А те работы, которые выполняются за счет средств и силами предприятий подведомственных, здесь мы немножко опасаемся. И поэтому мы, в первую очередь, конечно, сегодня упор сделали на это. Больше всего работ по благоустройству пройдет на воинском мемориале на Яграх. С перечнем уже определились. Знак скорбящей матери и памятные камни начнут восстанавливать на этой неделе. Всего на содержание мемориала тратят более 700 тысяч бюджетных рублей в год. Будет выполнена покраска памятника, постаментов, приведение в порядок. Будут цветники у нас в этом году. Несколько побольше цветников мы планируем. И уже к 9 мая даже хотим, наверное, и искусственные цветы туда внести, так сказать, немножко освежить территорию. Контрольный выезд назначен на 5 мая. К тому времени все памятники, в том числе и расположенные на территории предприятий, должны быть готовы к празднованию 70-летия Победы. Марина Хохлова, Орден Саханько, Вестник, Северодвинска. К майским праздникам готовятся и жители города. Более двух тысяч северодвинцев уже приняли участие в субботниках. В преддверии 70-летия Победы стартовала городская генеральная уборка. Сделать город чище может каждый желающий. Уже известен негласный рейтинг самых чистоплотных коллективов и организаций. В Северодвинске уже состоялось 379 субботников. Лидерами по количеству проведенных уборок стали юные горожане. Школьники и воспитанники детских садов с педагогами провели наибольшее число субботников – 326. Менее активными оказались сотрудники управляющих компаний. Они организовали 22 акции. За счет того, что к ним присоединились 65 жителей окрестных домов, жилищники занимают в рейтинге второе место. Взялись за грабли и метлы также работники культуры. Они организовали 22 субботника и намели себе третье место. В территории своих предприятий прибрали специалисты Горвика, Горсвета и спецавтохозяйства. На этой неделе городской генеральной уборке обещали присоединиться и предприятия торговли. Тревожная ситуация с пожарами складывается не только в Хакасии и Забайкальском крае. В нашем регионе за неделю произошло 36 пожаров. Еженедельную планерку мэр Михаил Гмырин начал с обсуждения мер противопожарной безопасности. Причиной крупных возгораний сегодня может стать сухая трава. Михаил Гмырин поручил своему заместителю по городскому хозяйству Виктору Никонову провести проверку гаражно-строительных кооперативов на противопожарную безопасность, а также обратить внимание председателей садоводческих товариществ на обстановку в своих СНТ. То, что касается ГСК, а по ГСК может по графику провести проверки с точки зрения наличия мусора. Зачастую там на территории горюче-смазочные материалы, рядом там и трава, и ветошь. Все это может к нехорошим вещам привести. Поэтому надо серьезно к этим вопросам отнестись и посмотреть. Глава города поручил подготовить и обращение в адрес руководителей предприятий по вопросу состояния промышленных зон. Они должны быть безопасны. Что касается дорожной обстановки, сейчас выполняются работы по устранению повреждений асфальта на проезжей части установками Турбо и Мэтпетчер. За два дня отремонтированы участки на улицах Советской, Южной, Ломоносовой и проспекте Ленина. Общей площадью 170 квадратных метров. Отчитался заместитель мэра по городскому хозяйству. В минувшую субботу в Москве прошел финал конкурса красоты «Мисс Россия-2015». Свои регионы и города представили 50 девушек. Среди них и северодвинка Наталья Самилык. Сегодня Наталья вернулась домой. Почти месяц в Москве девушки готовились к финалу. Все 50 красавиц появились на сцене зала «Барвиха Лакшери Вилледж» в красных и белых платьях. Вот одна из конкурсантов северодвинка Наташа Самилык. Наталья Самилык, северодвинка. Однако по решению жюри девушка не вошла в топ-20. И, к сожалению, на этом дальнейшее участие Натальи в «Мисс Россия-2015» закончилось. Из топ-20 жюри и зрители выбрали 10 девушек. И уже интеллектуальный конкурс позволил определить одну единственную «Мисс Россия». Ей стала 21-летняя София Никитчук из Екатеринбурга. Кроме переходящей короны девушка получила главный приз конкурса «Банковскую карту» на 3 миллиона рублей, а также автомобиль «Хёнде Солярис». Помимо этого Софии вручили часы от компании «Балдинини». Звание первой вице-мисс получила Владислава Евтушенко из Читы. Второй вице-мисс стала Анастасия Найденова из Воронежа. Девушки получили грант на образование с возможностью обучаться в любой стране мира. Школьники, пенсионеры, заводчане, педагоги, безработные. Люди разных возрастов и профессий в минувшие выходные проверили себя на грамотность. Тотальный диктант в этом году писали в восьми библиотеках города. Пятерку рассчитывает получить и губернатор Игорь Орлов. Сергей Черноглазов – постоянный участник «Тотального диктанта» в Северодвинске. Но его не пишет, а читает второй год подряд. Говорит, всегда пытается подсказать пишущим интонацией. Тут вот запятая, тут вот, ну точка, понятно, точка – это, конечно, предложение. А там где-то такой-то знак, тут такой-то, пытаешься это передать, но не всегда это получается. Тотальный диктант прошел в восьми библиотеках города. Текст читали актеры драмтеатра. Во всероссийской акции принял участие 431 северодвинец. Это почти вдвое больше, чем год назад. Исходя из опыта прошлого года, мы просто решили подстраховаться. Потому что в прошлом году мы сидели просто друг друга на головах. Но наша цель удалась. Мы, как организаторы, планировали разместить людей именно по месту жительства. Автор текста диктанта – специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин. Требования по безопасности в проведении мероприятия можно сравнить с ЕГЭ. Текст организаторы распоролили незадолго до начала акции. Валерию Гурьеву 87 лет. Ходил на курсы подготовки, чтобы исправить прошлогоднюю двойку. Когда вы давали работу, у меня сказали, у вас двойка хорошая. В этом году на что надеешься? Ой, в этом году сложнее почему-то, мне кажется, текст. Сложнее, да? Да. В чем? Не знаю, мне он труднее дается. А я еще плохо слышать стал. И вот в двух местах не смог написать сразу. За пунктуацию, ну, мне кажется, тройка – это будет круто. Возможно, даже двойка. Потому что я не знаю, где поставить запятую в лишний раз, а где поставить точку, запятую, а где тире, а где твоя точка, русский язык он могучий. А тут такие предложения непростые. Я пришла помогать, как бы, и заодно решила написать диктант. Моя мама тоже пишет, но на другой библиотеке, и я решила поддержать. Я не уверена, что хорошо, скорее всего, два. Восемь площадок организовали и в Архангельске. Свою грамотность там проверил губернатор Игорь Орлов. Говорит, по-русскому в школе имел твердую четверку. Я рассчитываю только на пятерку, но вполне допускаю, что ошибки, особенно, я говорю, связанные с пунктуацией, могут быть. Губернатор, как и жители всей страны, свою оценку смогут узнать 22 апреля на сайте totaldic.ru. 27 числа филологи прокомментируют ошибки. А вот 30 апреля наградят отличников. Анна Бипикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Сегодня мы вновь рассказываем вам о детях, которым требуются деньги на лечение. Годовалой Северодвинке Алисе Честнейшиной поставили несколько тяжелых диагнозов. ДЦП, эпилепсия, тяжелое поражение центральной нервной системы. Девочке требуется срочное обследование в клинике Барселоны. Этой крохе с литературным именем Алиса всего год и три месяца. Однако уже ее жизнь сложно назвать беззаботной. У девочки несколько серьезных заболеваний. ДЦП, эпилепсия, тяжелое поражение центральной нервной системы и косоглазие. С виду Алиса кажется вполне нормальным ребенком. Но психологические тесты показали, что она отстает в развитии на полгода. Только сейчас учится сидеть и ползать. Все эти диагнозы – результат родовой травмы. Когда он ее вытаскивал, как нам потом объяснили в реанимации, он повредил шею ребенку. Но здесь все вместе, и она обвернулась в поповину очень сильно. То есть задохнулась. Соответственно, остановилось сердечко. Он не услышал, когда ее доставал. Вновь завести сердце младенца успела бригада врачей роддома. Однако привычного крика новорожденной они не услышали. У девочки начались сильнейшие судороги, и ее в срочном порядке положили в реанимацию. Кроха около недели пробыла на аппарате искусственной вентиляции легких. После выписки судороги у Алисы не повторялись. В 4 месяца кошмар возобновился. Ноги буквально не слушались девочку. В 7 месяцев врач поставил диагноз – эпилепсия. Ребенку срочно необходимо качественное обследование. Мы писали в Санкт-Петербург, в Институт головного мозга человека. Но нам отказали. Сказали, что они не работают с детками до 3 лет. Писали в Москву в детство. Тоже клиника по эпилепсии. Там проводили консилиум. И сказали, что по достижению ребенка 2,5 лет отправить документы им повторно. В испанской клинике Алису уже готовы принять сейчас. Правда, за немалую сумму. Для обследования в больнице Барселоны требуется собрать около 10 тысяч евро. Это примерно 600 тысяч рублей. Самостоятельно родителям такую сумму не осилить. Поэтому обращаются за помощью к жителям города. Если вы хотите помочь Алисе, то всю необходимую информацию найдете в официальной группе ВКонтакте. Или позвонив напрямую маме Екатерине. Вера Белогородская, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0580-700. Сегодня день донора. В Архангельске его отметили массовой сдачей крови. Несколько часов в центре города работал передвижной модуль. В областной станции переливание крови также принимали кровь у всех желающих. Теперь о погоде. Слово Ольге Савиновой. Погода во вторник обещает быть стабильной, но прохладной. Здравствуйте. О метеопрогнозах на завтра расскажу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Патриотизм воспитывали в осужденных. Поисковики побывали в исправительной колонии. Поплатился за курение в постели. В пожаре на Орженикидзе заживо сгорел человек. Пять десятков роботов и лишь три победителя. В 17-м лицее прошел турнир по робототехнике. О метеопрогнозах расскажет небесная канцелярия. 21 апреля по данным Гесметио в Северодвинске ночью ожидается 1 градус ниже 0. Днем плюс 1. Утром ясно, днем и вечером пасмурно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Умеренный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится. И к вечеру составит 760 миллиметров ртутного столба. Про вторник звезды говорят, раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса, будет сложно. Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, большую часть времени вы посвятите своему хобби – встрече с друзьями или просто отдыху. То же самое касается и окружающих. Звезды подсказывают, лучший путь в данной ситуации – это заразить людей своим энтузиазмом. У меня все. Желаю вам весеннего настроения. До свидания. Кредит? Денег же ни у кого нет. И где дают? В пробизнесе. А мы даем кредиты. Пробизнес-банк. 53-95-95 Это молоко от Северодвинск. Молоко. Открываем, наливаем, выпиваем. Все гениальное. Просто. Все просто. Северодвинск молоко. Вы смотрите «Весник Северодвинска» и мы продолжаем. Военные песни и фильмы о незахороненных солдатах. В первой исправительной колонии с осужденными встретились поисковики. Поездку приурочили к 70-летию Победы. Оказалось, есть там и такие, кто до колонии поднимал из земли бойцов Великой Отечественной. И мятся снежные холмы, и ночи нет конца. Военную песню «Холода» исполняет командир поискового отряда Эдельвейс, слушатели осужденной первой исправительной колонии. 32-летний Евгений был поисковиком. В 13 лет выезжал в Нижний Новгород. Там поднял лейтенанта-танкиста. Оступился впервые в 16 лет. В колонию попал в 2011 году по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть человека». Через 5 лет планируют вернуться в поисковый отряд. Это долг, это совесть моя. Во-вторых, таких мужиков и девчонок нету больше. Они есть только там. Там же, то, что там работа тяжелая, но ты так же и отдыхаешь от всего. От этого, от этих домов, от серой массы, от всего. Встречу поисковиков с осужденными провели в преддверии 70-летия Победы. О работе поискового отряда, которому уже 25 лет, осужденные узнали из фильма. Его снимали в разных регионах страны. 24 апреля Эдельвейс уезжает на Синявинские высоты. Домой вернутся 9 мая. На Синявинских высотах в том году мы подняли порядка где-то 700 человек. Точно не могу дать цифру, порядка где-то 700 человек. Но это тоже много. И вот каждый год меньше, по крайней мере, на Синявинских высотах, общими силами поисковых отрядов России, мы поднимаем не меньше 400 человек всегда. Идея привезти поисковиков в колонию принадлежит Татьяне Васахло. Член общественного совета при региональном УФСИН ведет работу по патриотическому воспитанию осужденных. Неделю назад привозила ветерана войны Сергея Николаевича Табанина. Как Христос говорил, я был голоден, а вы меня накормили, был жаждал, а напоили, был болен, и вы меня навестили. Был в тюрьме, так сказать, и вы меня навестили. То есть мы должны всем дать возможность, это люди, и мы должны им где-то чего-то помогать. И чем больше встреч, как говорится, тем больше людей мы, может быть, можно сказать, такой тем, как спасаем, вытаскиваем или направляем к законопослушному образу жизни, любить те ценности, которые действительно искренне в нашей жизни. Сейчас в Госдуме рассматривают проект об амнистии к 70-летию Победы. По предварительным оценкам, она может затронуть до 60 тысяч осужденных к лишению свободы и до 200 тысяч условно осужденных. Раньше срока на свободе могут оказаться осужденные, которые воевали в Чечне и Афганистане. А со встречи поисковики уехали не с пустыми руками. Для них осужденные подготовили поделки и творческие номера. Тело 20-летней Северодвинки найдено на чердаке одного из домов Ярославля. Предположительно, девушка покончила с собой, повесившись на электрическом проводе. О произошедшем полицейских известил вахтер. Причины происшедшего сейчас выясняются. А в Северодвинске эти выходные выдались пожароопасными. Подробнее в рубрике «Протокол». Человеческую жизнь унес огонь в доме Нарджиникидзе-24. Накануне вечером жильцы пятиэтажки почувствовали запах гари. Полыхала квартира на первом этаже. Испуганные жильцы не сразу смогли правильно набрать пожарных с мобильного телефона. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, спасать в горящей квартире уже было некого. Пятидесяти трехлетний владелец сгорел заживо. На момент прибытия горел диван, на котором находился пострадавший. Открытым пламенем уже были стекла лопнули от температуры. Пламя выходило на улицу. Квартира находилась на первом этаже. Распространение, слава богу, не ушло выше этажами. Из-за плотного дыма пришлось эвакуировать целый подъезд. Горит эта квартира не впервые. Погибший часто оставлял плиту включенной. Года два назад от сигареты загорелась подушка и одеяло. В этот раз пламя по квартире распространилось стремительно. Ведь здесь было чем угореть. Известно, погибший страдал собирательством. У нас сосед пьяница, конечно, был. Чего тут говорить. Несколько раз обращались к участковому. ИСС вызывали. Он с помойки все носил. А тут какой-то секунду я только внука проводила. Ничего не было. Все чисто было. И вдруг мне сосед с третьего этажа звонит. Открыли дверь и уже все дым вовсю. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Возможно, нетрезвый мужчина снова курил в постели. Вот такая страшная цена за любовь выпить и закурить. Пришлось тушить огонь и на Полярной 5. Загорелась деревянная постройка теплоцентра. Затем пламя перекинулось на фасад здания. Деревяшка давно расселена. Но, как рассказали местные жители, ее облюбовали бродяги и подростки. Трубы все вытащены. Это уже бомжи. Все они распилили, все растаскали. А кто, подростки? Наверняка подростки. Но ведь не будешь караулить, это все время не вешать. Спасать пришлось и дом на Республиканской 38. Там загорелась комната на втором этаже. Пожарные не дали огню распространиться и отстояли здание. Причина пожаров устанавливается. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Пожарная лестница стала сегодня единственным путем спасения сразу для нескольких пострадавших. К двухэтажке на Беломорском 38 тушить огонь примчались сразу несколько пожарных расчетов. К счастью для всех, это ЧП стало учебным. Архангельская служба пожаротушения устроила северодвинским коллегам проверку. Выбрали двухэтажный дом. По условиям он как бы жилой. Пожары в жилье. Противопожарное удостоверение. Наружное смотрится. Ну и качество выполняемых работ пожарными. В учениях были задействованы три отделения седьмой пожарной части и спасатели. Итоги плановых тактических учений подведут позже. Это видео нам прислал телезритель. На Архангельском шоссе в объектив регистратора попал нарушитель. На красный сигнал светофора спешно протискивается двухдверная нива и сворачивает к тепличному проезду. За такой маневр можно поплатиться пятью тысячами рублей или лишиться прав на полгода. Будущие научные кадры сразу нескольких городов Поморья собрались накануне в 17-м лицее. Он уже третий раз проводит турнир по робототехнике. В этом году заявки подали 48 команд. Ребятам предстояло провести поединки своих роботов и поработать над ошибками. Две минуты дается роботу на прохождение вот такой трассы. Но часто техника укладывается и в 20 секунд. Главное, чтобы сенсоры успевали распознавать белый и черный цвета. Именно по ним это творение рук человеческих ориентируется в пространстве. Для почти 50 команд из Северодвинска, Архангельска, Холмогорского и Устьянского районов минувшее воскресенье стало решающим днем в подготовке к турниру Робонорд. Нужно было собрать робота к определенным состязаниям, то есть учитывая все ходы на трассе и спрограммировать, программу написать. Главная цель выполнить определенные условия. Допустим, в кедеринге вытолкнуть все кегли, в биатлоне столкнуть какое-то количество банок, какое-то количество банок захватить с собой и перенести на финиш. Но в любом случае победитель будет тот, кто сделал это быстрее и качественнее. Вот уже второй раз в турнире принимают участие девушки из 24-й гимназии Архангельска в прошлом году. Юным робототехникам удалось победить в дисциплине «Линия». Однако в этот раз удача молодым ученым в итоговом зачете не улыбнулась. У нас в школе с 5-го класса развивается робототехника, и как-то нас заинтересовало. Да и в дальнейшем хотелось бы связать жизнь с информационными технологиями, со всем этим связанным. Поэтому пусть будет практика. Третий открытый турнир «Робонорд», как и прежде, прошел на базе 17-го лицея. Старты проходили сразу на трех треках. В трех возрастных группах ребята соревновались в дисциплинах кегель-ринг, сумо, биатлон и линия. В следующем году мы попытаемся сделать больше таких соревнований, где действительно идет противостояние машин, а не просто кто быстрее проедет по линии. Вот эта машинка, которая катается, может быть, она не очень какая-то красивая, часто неказистая, потому что основной труд ребят, он внутри. Ребята программируют. Это роботы, это автономные, не радиоуправляемые машинки. Робот думает сам. Ну, в кавычках думает. В итоге в младшей группе абсолютными победителями во всех дисциплинах стала команда «Ступениход» из Архангельска. В средней группе лучшими стали «Белые мишки» из Северодвинского 17-го лицея. Старшую группу участников турнира в итоговом зачете возглавили «Архангелогородцы» из команды «Натиск». Для многих юных ученых этот турнир стал лишь подготовкой к будущим победам. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, «Вестник Северодвинска». Впервые рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Архангельск, 25 апреля, АГКЦ. Северодвинск, 24 апреля. Драмтеатр. Билеты уже в продаже. Вестник Северодвинска о спорте. Раздавленные мячи и поломанные клюшки в пылу бескомпромиссной борьбы. В спортзале «Фокси в матч» прошли полуфинальные матчи открытого чемпионата города по флорболу. За выход в главный матч турнира боролись «Феникс» с «Сафу», а также команда «А» с «Океаном». На старте открытого чемпионата города Корабелов участвовали 12 команд. До полуфиналов добрались 4. Первыми на паркет спортзала «Фокси в матч» вышли флорболисты Северодвинского «Феникса» и Архангельского «Сафу». Неожиданно для многих гости из столицы по морю выиграли первый тайм со счетом 5-0. В начале второй половины желто-зеленые увеличивают отрыв, и голкипер «Феникса» с досадой раздавил неподвластный ему мяч. Суеверие вратаряне помогло команде. В его ворота влетело еще три гола. На третий период флорболисты «Феникса» выходили при счете 0-9. И в то, что они восстанут из пепла и вырвут победу, верилось с трудом. Все же один мяч в ворота «Сафу» забить удалось. «Сафу» 9-1 выигрывает у «Феникса» немного неожиданно. Третий тайм. С чем это связано? Как вы думаете? Я думаю, это неожиданность того, что ребята из «Сафу» настроились. Они не очень хорошо собрались на предыдущую игру. И создалось впечатление, что они не готовы по-хорошему. На сегодня, я думаю, они решили доказать, что то была осечка. Они были психологически не готовы. И на сегодняшний день сказали, что мы покажем вам, что мы гораздо лучше. Ну и, конечно же, их задача сегодня напугать своего будущего соперника в финале. Сказочного возрождения не произошло. Студенты «Сафу» оказались наголову сильнее и заслуженно победили со счетом 13-2. Отметим пять забитых мячей, две голевые передачи. Александр Кузнецова. Стоит отдать должное команде соперника. Очень хорошо они играли сегодня. Но и мы не можем так играть. Что в нападении, что в защите. Были так учены очень много ошибок. А такая команда, они их не прощают. Будем работать. Не знаю, что... Согласен, видимо, из-за того, что немножко не получалась игра. Ввиду этого были со злостью, может быть, какие-то удаления необязательные. Может быть, не было бы их, конечно же, может быть, было чуть получше. Но думаю, что общая картина именно сегодня бы это не изменила. Мы сразу настроились на игру. Ну, понимали, что противник очень сильный. И как бы не дали им шанса и просто выиграли. Тут все на результат, на табло. Все было видно. Сейчас второй полуфинал. Команда А и Океан. Какой вам будет удобнее соперник по финалу? Ну, все будет одинаково они. Команды. Я думаю, что все-таки Океан выиграет. И встретимся с ними в финале. Во втором полуфинале между принципиальными соперниками Океаном и командой А была настоящая мужская борьба, что даже ломались клюшки. Правда, прослеживалась она только в первом тайме. 5-4 в пользу моряков. Второй период команда А провалила, пропустив 8 безответных мячей. В третьем тайме на поле вновь было равное соперничество, но отыграться команде А не удалось. 10-19 в финале сыграют Океан и Софу. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте Анна Леонидовна Давыдова получила похоронку на своего 18-летнего сына Льва, который погиб 14 ноября 1943 года в боях за освобождение Беларуси. Насыщенный цвет и стойкий эффект для ваших волос с профессиональной косметикой «Капус Россия» и «Кеман Италия». Эксклюзивно в эксперт-отделах «Ваш стиль». Ждем вас по адресу Архангельск, Ломоносова 81, Северодвинск, Ломоносова 81. Телефон 50 11 11 и 49 49 81. Северодвинск, Ломоносова 81. Встретим летний сезон новинками. Наши адреса. Первомайская 10, Лесная 17, Орджоникидзе 8, второй этаж. Да я в прошлом году вот такую поймал. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Улов». Во вторник, 21 апреля, в Северодвинске ожидается Ветер северный, северо-западный, умеренный, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 760 миллиметров ртутного столба. Утром ясно, днем и вечером пазмурно, без осадков. Температура ночью 0, минус 1, днем 1 градус выше 0. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Улов». Огромный ассортимент для любителей активного отдыха. Магазины «Улов», «Лесная-17», «Орджоникидзе-8», «Второй этаж» и «Первомайская-10». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова